Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Эдвард Окун, польский художник в силе модерн, был масоном, писал пейзажи, портреты, оформлял обложки и арестировал журналы, в том числе немецкий журнал «Югент». В молодые годы он также выступал в качестве велогонщика в королевстве польском. Родился в 1872 году в дворянской семье, рано осиротел, вырос со своими бабушкой и дедушкой по материнской линии. Наследовав большое состояние, он вскоре начал брать уроки рисования у великих художников. В 1891 году учился в Варшавской школе рисования. С 1891 по 1893 год учился под руководством Исидора Яблонски и Яна Матейко в Академии изящных искусств имени Яна Матейко. Продолжал свое обучение в Мюнхене и Париже. В 1897 году отправился учиться к Симону Холуозе, который основал колонию художников Надьбаня. В течение следующих 20 лет он жил в Риме, побывал в Соренто, Капле, Венеции, Падуе, Равене, Флоренции и Сиене. Участвовал в жизни польской художественной колонии в Риме, был одним из основателей масонской ложи Полония. Я цитирую переводную википедию. Вернулся в Польшу в 1921 году, поселился в Варшаве. С 1925 года был профессором школы изящных искусств, членом общества польских художников. Вместе с своими друзьями основал масонскую ложу под названием Коперник. Был вице-президентом общества поощрения изящных искусств. Во время ежегодного открытия салона поощрений он стал свидетелем убийства нового президента Польши Габриэля Нарутовича, совершенного Неведомским. Помог задержать Неведомского вместе с одним из помощников президента. Во время Второй мировой войны жил в Варшаве. После Варшавского восстания переехал к Керневице, где был убит шальной пулей в январе 1945 года. Вот так вкратце из переводной википедии о польском художнике в теле модерн Эдвард Акун. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok